здравствуйте товарищи дамы и господа сегодня у нас шестая микро лекция на тему технологии народа власти тема очень важно потому что ней поднимается вопрос о том как не только перехватить управление до у текущей власти у текущего формата власти скажем так они не у конкретных ее представителей и самое главное как удержать с помощью каких инструментов это управление удержать в своих народных мозолистых руках здесь нам представляется что роль российской гвардии наипервейший будет для того чтобы понять эту роль нужно сначала понять общее распределение сил в государстве если мы возьмем именно силовые блоки да то крупных можно обозначить разделить на 3 понятно что много есть силовых структур спецслужбы службы при этом судах те которые имеют оружие и могут как бы силовым методом воздействовать на ситуацию в тех или иных условиях но если брать крупные страты и те кто действительно определяет общую политику государства и общее состояние дел государстве из силовых блоков это конечно три блока это армия ну и флот естественно вооруженные силы в общем если в общем сказать это российская гвардия и это полиция вот эти три структуры представляют собой именно федеральные структуры те которые значит и основной силовой ресурс основным силовым ресурсом и обладают включая конечно оружие и полномочия соответствующие значит теперь многие функции на данный момент дублируются например полиции росгвардии да они непонятно кто там за порядком следить непонятно кто террорист флойд и так далее думается что нужно разграничить четко эти так сказать сферы воздействия да хотя бы понимать как они разделяются между собой их функции но вооруженные силы прежде всего они предназначены и в общем то главная задача и по сути дела единственная это охрана внешних рубежей что называется защита строя защита власти защиты государства защиты страны защиты народа от внешнего посягательства от внешнего потенциального узурпатора то есть тот кто хочет захватить нас или уничтожить ну например трамп хочет нас захватить как говорит моя мама коммунист со стажем говорит трамп нас захватит и заставит работать на себя ну есть такая старинная старинный цыганский роман романс называется хуйнане никого трамп не заставит работать но уничтожить теоретически может таким образом вооруженные силы должны сдерживать внешнюю агрессию по отношению государству полиция должна осуществлять согласно своего предназначения и закона должна осуществлять надзор за соблюдением порядка в государстве то есть смотреть чтобы не было нарушение общественного порядка во всех смыслах начиная от каких-то проступков преступлений и так далее и так далее со стороны отдельных граждан или групп граждан да которые нарушают общественный порядок и тем самым усложняет жизнь всего общества российской гвардии раньше она называлась внутренние войска и в общем то это больше отражало на мой взгляд сути и да это собственно вооруженные силы которые должны защищать государство от внутреннего узурпатора от того кто хочет ну грубо говоря разрушить страну или изменить строй в свою пользу установить диктатуру и так далее и так далее и так далее то есть есть внешний потенциальный узурпатор в виде трампа есть внутренний потенциальный узурпатор не тот кто делает преступление совершает допустим кражу имущества или даже убийство на почве ревности или какие-то другие преступления даже банда которая организована для того чтобы грабить людей на дорогах в этом смысле не является узурпатором и не является сферой внимания российской гвардии или внутренних войск это дело полиции поскольку эта банда если у этой банды нет признаков так сказать попытки совершить государственный переворот то никакого отношения росгвардии к этому иметь не должна а к чему еще она должна иметь кто тогда потенциальный узурпатор кто хочет так сказать нарушить баланс власти в государстве ну одна сторона нам известна террористы всех мастей до которые хотели бы которые именно те которые обладают некой идеологии хотели бы этой идеологии сместить допустим существующей идеологии в государстве ну например там и гилда или артподготовка скажем в этом смысле да терроризм это тоже дело российской гвардии и вот здесь она в полную силу должна работать но это не главный потенциальный узурпатор власти а главный потенциальный узурпатор это сама власть поскольку она обладает силовым ресурсом и юридическим ресурсом и всеми возможными ресурсами они сосредоточены в ее руках все ветви власти так или иначе совершают ежедневную узурпацию власти то есть расширение своих собственных полномочий за рамки и за пределы того что им было предоставлено изначально они определяют свои полномочия и они осуществляют таким образом узурпацию власти вплоть до диктатуры что мы наблюдаем на настоящем историческом этапе так вот именно это основное поле приложения российской гвардии или внутренних войск как мы их называем недопущение узурпации власти прежде всего со стороны самой власти то есть когда возникает заговор скрытый закрытый или открытый да с целью скажем увеличение собственных полномочий то здесь должна вступать российской гвардии и пресекать эти попытки без одобрения народа без референдума без поправок конституции никаких дополнительных полномочий а мы знаем как это делается президент издает указ который разрешает стрелять допустим там по толпе те ту же полицию или российскую гвардию но ведь у него у самого президента нет таких полномочий ему не даны они законом не одним он не может сам стрелять по толпе если бы он мог сам стрелять по толпе согласно закона и имел право согласно закона передавать часть своих полномочий в случае необходимости кому-то это одно но он то не имеет право стрелять по толпе почему же он дает эти полномочия кому-то вот здесь прямая узурпация происходит и здесь гвардия должна вмешаться почему она вообще вмешается потому что конечно в том составе который она есть сейчас она не будет вмешиваться потому что ее власть формирует а гвардия вот эта народная национальная как ее хотите называйте или внутренние войска должны формироваться на месте как например в америке национальной гвардии там тоже есть противоречия это местные силы это мужики грубо грубо говоря да у которых есть форма и есть хранящееся оружие да и их можно призвать и любой момент они подписали контракт за это они деньги получают они ездят учения проводят они там тренируются и так далее это основная масса есть конечно кадровые офицеры которые собирают эти люди которые живут дома но могут быть собраны в один момент если наступать чрезвычайные ситуации требующие вмешательства большого количества людей если наступает ситуация связанная с узурпации власти например террористический какой-нибудь прорыв со стороны таджикистана идут танки с маджахедами но условно и если губернатор местный до начинает выборы перекраивать свою пользу вот тут они должны пресечь и вот поскольку эта структура да она местная она привязанная здесь должна как и полиция вот она этим законом и должна определяться кто национальные гвардейцы для тех кто здесь живет в каждой деревне должен быть но там хутор пять домов один национальный гвардейец должен быть это не знаешь он должен ходить как участковый и всех там строить говорит ты не пей ты не кури ты там что-то такое нет это полицейские функции никакого отношения к нему не имеет но если председатель всех собирает и говорит внесите с собой веревки сейчас вешаться будете тут приходит национальный гвардейца своей берданкой и стреляет негодяю куда следует вот примерно так сейчас структурно мы не рассматриваем в том смысле как это будет выборные органы или там какие-то верховные командования будет по представлению более верховного командования по представлению директор росгвардии но в любом случае это по местному принципу люди которых можно собрать в кулак да и решить какую-то проблему также задача российской гвардии повседневная уже задача это как раз охрана демократии защита народа власти что называется то есть если люди хотят проводить митинг согласно конституции имеют право на это если кто-то им препятствует тут вмешивается российской гвардии более того не надо подавать в мэрию эти штуки надо позвонить в российскую гвардии попросить обеспечить охрану митинга на такой-то такое-то число они принимают заявку сами в мэрию звонят и говорят так вы там перекроете дорогу вы там сделать мы перекроем в общем имейте ввиду здесь будет митинг никто ничего не утверждает согласно конституции люди выходят но оповещают для чего для того чтобы российская гвардия охраняла этот митинг они наоборот от каких-то сессов со стороны например местной власти мэра или губернатора и в данном случае основными врагами главными врагами значит вот российской гвардии должны стать всякие всякие тетушки прежде всего сейчас их российской гвардии охраняет а тогда она их должна грубо говоря бить дубинками вот и пожалуй одна из самых главных функций российской гвардии как я считаю при народу власти должна быть функция проведения собственно самих выборов на данный момент когда вы приходите на избирательный участок у вас проверяет паспорт тети с кукули то есть та которая назначили или это учительница или какой-то в общем общественный представитель да но этого во первых это противоречит закону сразу проверять документы у вас имеет право только установленное уполномоченное лицо никак не какой-то доброволец в избирательной комиссии даже не сам председатель этой комиссии вообще проверять документы имеет право человек в форме поэтому проверять документ выдавать бюллетень регистрировать избирателей должна должны люди в форме то есть специальное подразделение национальной гвардии которые призываются во время выборов которые специально обучены которые подписаны на повышенную ответственность которые знают все они приняли присягу и они выдают бюллетени и проверяют паспорта они занимаются полностью регистрации избирателей если видят карусельчиков они их ловят не не звонят там куда-то в милицию или там что-то такое они арестовывают тут же и препровождают в пениценциарное учреждение это меня белковский заразил цоканьем я постараюсь не цокать понимаю что неприятно таким образом у нас получается орган который проводит техническую сторону выборов но подсчетом голосов не занимается то есть урны прозрачные они только охраняют выборы чтобы все было по закону абсолютно прозрачно и четко а подсчитывать голоса как мы говорили избирательная комиссия состоящий из присяжных комиссаров о которых мы говорили в наших предыдущих лекциях итак если резюмировать у нас на данный момент для установления и поддержания контролем за народовластием в российской федерации требуется силовая структура а не только организационная центральная комиссия созданные на базе избиркомов это организационная структура а силовая структура которая обеспечивает это исполнение этого это конечно должна быть российской гвардии на настоящий момент поэтому на первом заседании цикл как минимум необходимо будет принять решение да в некоторой степени в волонтаристское но в полном соответствии с 32 статьей конституции российской федерации принять решение о том кто у нас на ближайшие выборы будут возглавлять российскую гвардию и кто обеспечит нам поддержку силовую в том числе прозрачных и честных выборов в российской федерации на этом закончим шестую лекцию так неудачно я хлопнул так ну что я вам сейчас сообщение значит предварительно мы там договорились с сергеем леоновым я тогда вывешу сегодня вроде поговорить там попозже может быть где-то часов около одиннадцать наверное получится там после десяти мы договаривались и поговорим если кому интересно и со стасом котельников мы сегодня говорили это на завтра поговорим тоже там они продвигают свой свой ресурс в общем я пытаюсь зарегистрироваться какие-то сложности со спамом получается ну я думаю это решим я тоже там хочу выложить наши короткие лекции короткие именно и посмотрим хочу все таки я собрать кулачок то наш а то народ расползается постепенно по нычкам по бендюгам как говорили у нас в мабуте ну что дмитрий майор всем привет каждому росгвардейцу надо роль ставить вместо а то распоясались совсем точно роль это главное я уже себе представляю ой вы даже не представляете вот я вижу эту картину как наш общий знакомый стоит на переднем плане я вот все думаю в чем он будет в пиджаке или все-таки в пятнистой куртке как это будет выглядеть а за ним стоят генералы в полевой форме в парадной форме маршалы и адмиралы российской гвардии они стоят держат руку вот так или вот так как хотят неважно и приносит блять присягу на верность российскому народу да заново да еще раз по телевизору непосредственно вот тогда у нас будет народу власти тогда прям можно выдохнуть будет главная картинка главная правильная картинка ребята и скажите что это не так после слуги народа попробуйте сказать что это не так я кстати хотел как раз поговорить о том что же происходит почему же так прям на мальцево сейчас видите как прям последовательный вал и вчера мальцево задавал вопрос ивану и говорит а иван как ты думаешь почему вот сейчас начали они наезжать именно на мальцево да с тем что он провокатор и все одними и теми же словами и в общем как-то это во первых еврейская тема муссируется она тут есть конечно но она не главная мне кажется в этом есть еще и в этом есть еще и для нас хорошие новости я все сейчас ловлю знаки сигналы да но по моему в этом есть хорошая новость мы ее попробуем обсудить ну поскольку вы сначала напишите почему тут понимаете да вопрос как стоит помните кто смотрел утомленные солнцем по моему вторая часть да когда сталин говорит код вопрос не в том почему тебя тогда посадили а в том почему сейчас выпустили так вот вопрос не в том почему мальцево тогда забыли да когда он уехал и все и не стали говорить а почему сейчас стали вот меня чё интересует и по моему тут хорошие новости для нас для всех так опять нам кошка кошка не наша пишет присоединяясь партии вичкутова куприна что ты все один да один зачем же мне к вашей партии присоединяться если вы ко мне присоединились вы же здесь я жла вчера я сказал значит вы присоединились Сергей Быстров стаж проштрафился навсегда забанив меня в своей театре ну что ж Сергей Быстров но перед вами пока только навсегда проштрафился проштаблять но передо мной еще не не проштрафлялся вот я дождусь или не дождусь алекс бело драгин нет привет как проверить результаты при референдума а по вчерашнему разговору вы имеете ввиду если голосование тайное как проверить ну вот блокчейн работает он как раз основан на тайном голосовании и никого это не смущает я говорю электронная подпись это ваша тайная подпись то есть я вам сейчас вот всю задачу крипто задачу не объясню просто так в википедии там целые статьи начиная от задачи генералов да как византийских генералов да и как вообще крипта возникла и вот шифрование с открытыми ключами как раз технологически понимаете как проверить результаты референдума вы всегда можете проверить состояние своего кошелька и всегда можете грубо говоря не теряя анонимности своей ну который блокчейн как бы предоставляет да в определенном смысле вы можете не теряя анонимности также и распоряжаться этими деньгами но все остальные кто не знает приватный ключ могут только проверить состояние кошелька вашего но он прозрачен но это никто не знает что это вы понимаете ну как вам еще объяснить так оно и будет потому что технологически будет открытый open source да понятно что можно так написать программу всегда засунуть там таких червей что ого-го и все все будут знать но если это open source если это открытый код изначально его можно изучать а проверить его легко работает он то есть вот вот сидят программисты как с биткоином вот по каждой строчке а это куда это куда это а это ни хера себе так это же червяк понимаете это они видят потом этот код проверить соответствует ли он рабочему коду скомпилирован да очень просто скомпилировал его если он совпадает контрольная сумма то это тот же самый код по другому не будет вообще никак понимаете не надо всем доказывать что система работает правильно если специалисты специалисты примут решение что она работает правильно потому что любое правильное мнение это мнение грамотного большинства как говорят да вот грамотное оно должно быть в этой сфере все равно вам потребуется специалисты чтоб сказать есть там дыра или нет потому что критики системы которые не разбираются вообще в крипте ну вот как допустим тот же Венедиктов говорит ну вот ваш вопрос а как вы проверите да очень просто открой свой этот сбербанковский этот и там будет эта технология с открытым ключом когда открытый ключ вот он известен всей системе да а закрытый известен только вам проверить элементарно проголосовать невозможно как невозможно как невозможно не зная ключа перечислить деньги с чужого кошелька на свой это невозможно пока вы ключ не подберете чтобы подобрать его надо ну короче у вас нет того что надо нет такого у вас компьютера так хозяйственное мыло что-то вы тут очень много всего надо ограничение поставить я вас сразу заблокирую не читаю а то что-то мне не интересно ваши эти высеры там так на марш оставшихся в рашке стоит пойти так то да так нет я вообще не знаю о чем как он называется по-настоящему он так и называется есть такой марш оставшихся в рашке или это вы его так назвали вы назовите его как он называется на самом деле и кто его проводит и я скажу стоит пойти или не стоит а русский марш вроде собирается ну так это не ко мне ну как-то совсем армянина мне я хоть и русский армянин но все-таки армянин да и вы ко мне с русским маршем я не знаю что там происходит я вот то что слышал Белецкий там жаловался на своих соратников ну как бы вот это я слышал ну я не понимаю чего у них там ну их много там вот да так то да я удалил мыло теперь мы без мыла теперь мы люди без мыла да мимо проходил улыбается значит его улыбнул хорошо я рад что вас улыбнуло так я отвечу на вопрос из вчерашнего эфира тут их не много но в принципе я там Игорь С забанил сразу за но все равно скажу это тем кто пишет там нельзя в таком виде он мне написал выходить в эфир в каком в каком я выхожу в эфир в виде и там он перечисляет да что можно выпивать не выпивать кто там себе что-то позволяет и все понимаете эфир не эфир вот шнуров блять выходит на сцену там где подростки 14-летний 12-летний да в каком он виде блять выходит на сцену и что он поет ааааа у него же это он же художественное великое искусство ему то можно блять а мне нет это мой блять мой это мой вот мое это вы сюда пришли не хотите идите нахрен в каком я виде там это ютуб пусть решает достаточный вид для того чтобы выходить или нет а ваше это самое представление о том каким должен быть негр да преклонных годов не это не катя вы наверное вычитали эти все претензии в моральном кодексе журналиста да которые нам лезь и рябцева вместе с венедиктовым разработали так им даже жопу никто не вытирает этим кодексом потому что брезгуют мне ж не нравится смотрите поздно вот он всегда в пиджаке и галстусе и блин не пьет не курит и здоровеньким надеюсь помрет абрам моисеев привет эдик не согласен с тобой по поводу справедливости хорошо да это уже хорошее заявление справедливость она субъективна конечно же мы все по разному ее видим извините те судьи которые выносят сейчас 99 процентов обвинительных приговоров они могут уезжать за границу и оттуда их не привозить вопрос казнокрады за которых люди живут на 450 рублей в месяц как говорила в известном видео девочка их тоже надо понять и простить вопрос у меня есть еще более чудовищный пример который бы в теории мог коснуться лично тебя тоже простить вопрос если так прощать не такой ли подходит будет рождать безнаказанности уход от личной ответственности за свои злодеяния абрам моисеев если простите это не ко мне я нихера не толстовец по натуре не получилось из меня толстовца да не получается мне жалко людей когда уж они на дыбе висят да но до этого я тоже прощать не намерен нет вопрос то как раз в наших с вами возможностях я еще раз говорю вот давайте представим что мальцевская теория мы сейчас говорим если кто не не в курсе о том что надо ли закрыть границы и отлавливать тут этих негодяев да и ну сразу после наступления исторической справедливости да или открыть границы и пусть они бегут нахрен мальцев говорит мы закроем границы и тут всех переловим ему вторит в общем большинство что надо их ловить судить и и сажать вопрос простой кем ловить кем судить и кем сажать имеется ввиду кто это будет делать вот сейчас весь судейский корпус мы говорим вот как минимум вот его надо там 99 процентов да ловить и сажать а кто будет сажать кто будет судей кто вот нам соловей валерий дмитриевич предлагает лучше набрать студентов из вузов и они пусть сажают да будут судьями или из адвокатов сделать судей срочно они пойдут то есть непонятно адвокаты пойдут судей а кто пойдет адвокаты хуё знает но их и так нету да ну условно говоря он все время судит их не хватает да а а еще и это самое из них судей поделайте может они уже сразу и все будут делать сам себе судья и адвокат ладно меня интересуют эти самые студенты вы говорите мы их сейчас из вузов вытряхнем да вы знаете что процентов 10 это нормальная эффективность студенческого отбора да мы 100 процентов вышедших выпускников только 10 ну в разных конечно там колеблются если вы артист 50 процентов будет работать по специальности а если вы техническую специальность или математик как я или физик то скорее всего процентов 10 а то и 5 а то и 3 что вы будете заниматься физикой и математикой и так далее и вот вы хотите их во первых их сколько там есть ну допустим всех выпускников хватаем и сразу в суде они еще не нагрешили ничего не сделали вроде бы будут судить вроде бы более честно чем те вот которые коррумпированы погодите а студенты то эти кто ну вы считаете что там блять сплошная коррупция а здесь студенческих вузах тишь да гладь да божья благодать да тут все ништяк студенты они потому что молодые красивые попа розовый да поэтому их можно ставить судьями с чего вы взяли у вас поклонская на ваших глазах вот такая же под сифилисом да вот блять что вы хотите с этими кто они наполовину это будут люди как это горы приоры да на баранах учатся да как это сказать за баранов учатся баранами управлять и вторая часть это чайки все ну они же кто суди своих прокурора своих детей там все будут у вас дети на 90 процентов сейчас дети эти кого надо судить или близкие родственники да а кто ну кто кто там сейчас вот в этом вузе вот мальцы тоже все время говорят вот там этот этот какие выпускники чего упала так да какие выпускники там преподаватели из этих гандонов блять новых ну там всех Володин поменял вот в Саратове в этом сам там сидят все его люди и учат этих быть негодяями а как они уже были они чайки сидят дома басрыкины они же там обсуждают что сколько блин надо взятку взять и куда чего сколько откатить это по моему очевидно и вы хотите этими заменить что ли да кого же они будут судить а если как мальцы говорят мы возьмем эти крыса крысоедов выведем да которые из крыс вот возьмем процентов 10 они будут хуячить блять приговоры своим же да а потом мы этих расстреляем ох как весело блин только ничего из этого не выйдет вы сразу изначально ставите задачу так мы должны мы должны нарушить закон чтобы справедливость восторжествовала опять же цыганский романс я вам не дам потому что с этого здесь все начинается вы говорите справедливости мы тогда мы их простили считай опять же цыганский роман конечно же нет и это я и утверждаю нам удобнее чтобы они убежали сейчас чтобы мы без них тут разобрались почистили кто не убежал да повыковыряли с хлоркой прошлись да создали новую систему сдержек и противовесов контролей да и посмотрим ничего с судьями разберемся найдутся судьи у нас присяжные суды будут и все даже если судья будет там действительно молодой неопытный неграмотный вот просто повсеместно присяжные суды даже на гражданских исках ничего страшного пускай сидят и решают люди как они видят исходя из собственного представления о социальной справедливости и так далее вот это нам позволит решить проблему а то что их надо распустить конечно надо распустить потому что там мы их легче поймаем чем здесь здесь нам нечем ловить у нас негодяи здесь пока в ловцах и как только они начнут ловить они просто начнут переобогащаться в каких-то невиданных масштабах ну поставьте туда вот этого на главную комиссию на иллюстрацию любого человека даже Михаила Светова поставьте да послезавтра его либо застрелят либо он будет вот с такими карманами ходить переваливаться с такими щеками да за щеками такие эти а куда деваться вот у нас бандиты контрабанты занимались да в Саратове допустим как бы там открыли таможенный пост в свое время в начале 90-х да когда водку через Казахстан и потом обратно да чтобы ну пошлину не платить там ее из вагонов вынимают она прошла транзитом тут же ее вынимают грузят в эти самые и такая цепочка и все везут эту контрабанду а там стоит пост они ночью едут всегда и в перелюбе там стоит шлагбаум просто пост его можно в принципе объектно просто дорога неудобно все дела нету там никакой контроля следовой полосы да ну на тот момент ничего не было никакой границы ничего стоит это кто там работает а вот из перелюба там такой городок он вроде бы как райцентр но на самом деле это деревенька такая да там ну может тысячи две что ли жители может полторы и вот там из них назначают этих таможенников они стоят вот они стоят вдвоем ночью едет кавалькада впереди блять бэхи все старые побитые блять сзади вот блять целая груда этих самых фур блять и они приходят ну первый же выходит такой дятел блин под два метра роста подходит к ним и говорит вот вам блять пачка блять денег или вы их берете или мы все равно проедем но они понимают что они проедут они берут эти деньги через месяц их сажают там я говорил это там прям кладбище было я не знаю как сейчас они берут деньги потом начинают строить дома почему то да вот не эх прокачу как у эльфа и петрова дома начинает закладывать причем какие то блять дворцы они выводят его под первый этаж после этого их сажают значит соответственно новых вставят они начинают строить эти свои дворцы рядом и там целая вот такая разрушенная недостроенная блин это а там это совсем другие деньги вы поймите в этой деревне в упырловке этой на краю земли и вот примерно такая же ситуация возникнет здесь вот представьте если они этих что там денег не видели в европе в америке видели и то они их коррумпируют легко с какими то даже сотнями тысяч пятидесятими тысячами долларов а что здесь то будет что будет с этим Михаилом Световым дай ему бог здоровья и силы противостоять этому ему же скажет то же самое вот тебе миллиард в зубы в биткоинах и ты нас вычеркиваешь из списка он скажешь не заметил потерял мы тебя прикроем а если нет все равно нас вычеркнет следующий за тобой из списка и а как это а если нет мне будет очень больно как у Розенбаума да я наверное с ума сойду от слез когда тебя внесут на двор на школьный все в белом и в венках из хризантемы роз но это же очевидно Абрам Моисеев я это все отвечаю на вас вопрос так что никакой пощады и прощения а вот бюрократия нам поможет их спеленать ребята европейская американская бюрократия либо они побегут в какой-нибудь ну словно говоря страны четвертого и пятого мира да чтоб там прятаться там они могут спрятаться но ненадолго когда все будет опубликовано да там как бы они про них все будет известно их там самих из штанов вытряхнут да и это собственно не главное те капиталы о которых мы говорим да они вот в странах четвертого мира с ними ничего сделать нельзя их нельзя как-то ну можно там какую-то часть потратить купить себе рабов на плантации но это не то вы понимаете нельзя купить акции там гугла и или там general electric да нельзя их ими оперировать этими деньгами в таких значительных масштабах а там они будут прятаться ой мы их бюрократически выловим это вот прям муа вы думаете американцы эти деньги зажмут что ли вот как все говорят американцы нам денег не отдадут их ну ребят ну вот уж чего чего а эти доллары блин и даже евро нахрен не нужны они их печатают вы чего не понимаете все еще думают что американцы деньги какие-то зарабатывают и выцыганивают нет они их печатают давным-давно вот поэтому нет у них в этом проблем конечно же они вернут деньги а если кто-то из своих у них там спизит им дадут по рукам и это ФБК на них натравим будет у нас американское отделение да европейское они будут там показывать кто российские денежки приграбастовал и кому дали взятку и тут все это нормально мы их вернем абсолютно бюрократическим способом нам их доставят понимаете доставят на блюдечке с голубой каемочкой блять и вместе с этими деньгами и все будет честно и справедливо не надо никого выкрадывать не надо а если вы выкрадываете первые кто там приедет в багажнике это считай против вас работает на международном уровне ну все скажут нихуя себе они людей воруют нихуя себе вот это новая власть народовласти да это какой-то ИГИЛ ну а чем тогда лучше Путина нет прощать не призываю призываю подходить технологически и не горячиться не горячиться так как в том анекдоте мы медленно спустимся и выебем все стадо ничего пусть они там побродят еще жирку накопят вот как это самое будет понимаете вы их на бегу поймаете это одно он весь на адреналине а пусть он немножко там присядет и уже немножко его отпустят и он уже вроде как там ничего и Соловьев там сидит и Киселев и они ходят коньячок пьют а тут вдруг вежливо стучаться в дверь кто местная полиция просим пройти на посадку вас там ждут фарабунда мартии ух ты наполнила да прям прям советским союзом долбанула биорабы они же гумоспитательные рождаются в системе игродилов прошу вас проверить догму как же я проверю если я сам из этой системы игродилов я думал над вашим вопросом хотя надо может быть и можно придумать нужно придумать да алгоритм вот если мы внутри системы игродилов как же понятно может морфеус принести таблетку и сказать ну вот я тебе сейчас покажу но если не придет морфеус сам ты можешь выглянуть или для этого надо с ума спрыгнуть надо подумать в общем скомарок так что не тащить через границу окончать на месте ну вот видите это то о чем я уже отвечал да преступление не избавить нас от преступления наоборот надо действовать в рамках закона закон же за нас на нашей стороне но они же действительно виновны ну так в чем вопрос чтобы доказать эту виновность причем перед международным лицом да перед международным судом вот когда американский суд будет выдавать значит вы правильно доказали а что не докажете да они блять даже не скрывались последние несколько колов времени они просто не скрывались там у всех на всех есть компромат и они нам этот компромат оставят какие то люди все равно останутся будут давать показания все и все пойдет как по маслу не переживайте и этот вопрос вторичный отпустите их отпустите народ его и пусть он разбредется по всей земле а мы потом их покоцаем а если они останутся здесь вот тогда у них есть ресурс у них есть связи они наверняка будут образовывать структуры тайны и тайна будут влиять и будут влиять очень сильно и попробуй с ними спрасьте если у них все все действительно свои люди а они замаскируются многие ооо что ты будут кричать мы тут с детства боролись с этими гадами окажется что эти гады все на поверхности вот как в Украине то же самое юнукович сблызнул они там раз чуть-чуть пересидели и уже вот мы вроде это самое надо не давать им пересидеть надо наоборот хлопнуть топнуть напугать сказать сейчас мы вот как бы я действовал пока они там пришипились и сразу вот прям вот не то что надо там отлавливать или что просто в телевизор телевизор то у всех и сразу начинают так сейчас всех по списку мы сейчас составляем списки сейчас будем арестовывать членов партии Януковича вы бы посмотрели сколько из них блять срыгнули основное масло бы сразу выплыло вот те у кого там большие капиталы и большие возможности а те которые там жучки они может быть и попытались быстренько продаться а как продаться начать стучать на своих и они бы начали стучать и они могли эту партию Януковича раздолбать не дать ей собраться заново вот как я вижу окно возможностей что можно и коммунистов КПРФ нашу раздолбать именно вместе с Единой Россией а это был бы очень сильный вариант и даже я вот у нас как понимаю есть ситуационные ситуативные союзники это исходя из текущего наезда на Мальцево и так я возвращаюсь в чат ну что так то да так нет мое мнение диаспоры при объединении могут захватить управление и создать Верховный Совет как вам мысля какие диаспоры диаспора это про сияние даже если переводить с латинского или с греческого что с греческого по-моему да это имеется в виду когда вы ну как бы сказать к народу относится к национальности вы имеете диаспора это всегда меньшая часть это это часть нации которая живет в другом месте да в меньшинстве это диаспора если вы имеете в виду национальные вот как ну вот там образование да вот там калмыки живут вот они соберутся и захватят управление создадут Верховный Совет какой понимаете тут я вот тоже на национальном уровне и даже на региональном уровне ничего не получается с этой структурой чтобы они могли это должны какие-то собраться ну губернаторы или какие-то лидеры местных движений где-то должны собраться и установить свое видение но дело в том что действительно у нас хоть и не мононациональное государство но все таки то есть понимаете вес допустим русского сообщества и вес допустим при всем уважении калмыцкого он совершенно разный а когда вы говорите о том что они соберутся значит калмыки должны получить один голос как и русский этого не будет вот Совет Федерации для этого предназначен чтобы уравнивать шансы там да два человека от региона от национальности ну не от национальности понятно вот и там уравниваются шансы они могут заблокировать какие-то законы если вдруг национальное меньшинство почувствует угрозу в свой адрес а вот принимать решение законы так никто не разрешит потому что во первых у нас возникнут вопросы сразу да любая национальность скажет ну у нас нет вот своей автономии ну мы же тоже национальность мы же каракалпаки все же знают дайте нам одно представительство один голос в Верховном Совете то есть у русских один голос и у каракалпаков а если брать по так сказать по количеству населения количество представителей так это просто у вас получается дума государства ну назовите ее Верховный Совет у тебя власть советом а что то же самое вопрос там выборы проходят или назначения вот в чем вопрос а не в том что диаспоры могут вопрос справедливости это вопрос объективности ладно слава юрист в этом не разбирается а ты куда что то как то это странно справедливость это объективно да вы что да вы и с ума сошли что ли ну что вы бред несете я извиняюсь за такой аргумент но это же бред справедливость это внутреннее чувство это конечно же субъективное чувство ну давайте разберемся да вот есть один человек который другому бьет по морде да неважно за что ну вот допустим а второй человек не согласен что он за это должен получить по морде ну вот с точки зрения того кто бьет неважно сейчас мы не рассматриваем обстоятельства неважно какие обстоятельства если он бьет этого человека то он считает это справедливым ну как он думает про себя вот я такое говно да я вообще несправедливо это будет сейчас несправедливо но я ему блин леща дам а тот который получает он так же думает это несправедливо ну потому что ну и нахер за что за то что я украл этот кусок говна этого ты бьешь живого человека у него свое представление в данном случае о справедливости и оно может поменяться местами если другой бьет первого понимаете и вот здесь есть в одном простом случае в любом случае конфликта в любом ебучем случае конфликта справедливость на обеих сторонах да мы можем ее оценивать но мы уже оцениваем со стороны да мы не участвуем допустим мы оцениваем как суд да вот этот считает справедливым что он ударил а этот считает несправедливым что он ударил именно поэтому конфликт возник они поэтому в суд пришли они хотят чего справедливости так они и так знают что справедливо. Тот, кто получил, считает, что с ним поступили несправедливо. Тот, кто дал, считает, что поступили справедливо. У них в этом спор. Что оценивает суд? Справедливость? Да ни хера! Он факты оценивает и в соответствии его закону, или как это, традициям, если закон, или там Божьему закону, неважно. Суд, он действует на основании какого-то закона, писаного, неписаного, традиции и так далее. И он именно сопоставляет и говорит эту традицию. Суд не принимает решение о том, был справедливым этот лещ и заслуженным, или не был справедливым. Нет! Суд выносит вердикт, это законно или незаконно, и выдает приговор. Вот за это надо то-то, а за это надо то-то. Самому леща получить. Но там нигде в законе не написано, что справедливо будет так. Более того, само решение суда может быть оценено с точки зрения справедливости и несправедливости по-разному. То, что наших ребят, допустим, от народа власти сажают по делу в артподготовке на восемь лет. Справедливо ли это с точки зрения Путина? Да заебись как справедливо! Справедливо ли это с точки зрения нас, Мальцева, народа власти? Конечно нет, несправедливо. Мы законность будем проверять, а не справедливость. А справедливости после приговора она делит людей по отношению к этому приговору. Нету такого приговора, где написано «справедливо». Справедливость и объективность – это вообще из разных мест. Хотя, что я? Не знаю. Ну, бисер, в общем, бисер, да. Так, кошка, ну достали вы. Ну, вы вступили в партию все. Ну, не пойду я к вам в партию. Так-то да, так нет. Сами вернутся, мы их засовестим и без мудаков проживем лучше жуликов. Главное сейчас не плодить. Не надо их засовестивать. Не надо, и виноватить их не надо. Нет, надо бюрократию включать и все. Бюрократия сделает все, почитайте процесс. Не важно. То есть, если мы включим, у нас же будут доказательства прямые и свидетельские показания. Никто не будет ничего выколачивать, да, они сами прибегут и настучат. Просто, чтобы получить поблажку, да, ну, тоже правильно. Не значит, что прощение. Ну, поблажку. Дмитрий Майоров. Единоросс плюс паяльник – это ж какая наполняемость бюджета получается. Дмитрий Майоров. Самое неправильное, с точки зрения экономики, наполнять бюджеты с помощью налогов и тем более штрафов. Да, я понимаю, они как бы существуют по необходимости, но если налоги, если государство не окупаемое, а она как все время подтягивает налоги к себе, да, то есть, с людей берет. Ну, вот зачем государство берет с людей рубли? Оно же их печатает, блядь, эти рубли. Зачем их обратно забирать? Ну, напечатали еще себе, если тебе не хватает, да. Поэтому это сама по себе вещь абсурдная. Но за счет штрафов пополнять что-то, вы понимаете, если штраф становится каким-то наполнителем бюджета, если он закладывается, вот от штрафов, как у них в бюджете, мы получаем там 2% здесь, 3% здесь или 0,5% здесь. Вы закладываете нарушения. Значит, тогда получается, для того, чтобы вам выполнить план по бюджету, надо бы, чтобы нарушений было вот столько, сколько вы запланировали. А лучше больше, тогда вы больше штрафов получите. Так нихуя себе, какая задача? Чтобы их не было, штраф должен вне бюджетным быть и ни в коем случае не идти в доход государства. Он должен идти как раз на борьбу с тем, вот, с тем, что и вызывает нарушение. То есть, как только вы получили отоштрафованные деньги, сразу они идут на новые технологии, чтобы такого нарушения в дальнейшем не было. Если он, допустим, не уплатил там, ну, налог или там что-то сделал другое, да, надо систему пересчитать, поменять и сказать, патч поставить, да, как в программе. Сказать, вот здесь он не должен проходить, все. Ну, вот, человек нарушает двойную сплошную, да, он выезжает на встречную полосу, его останавливается, слава богу, ничего не случилось, штрафует. Куда деньги должны пойти? на разделитель между полосами, блядь? Ну, это как я думаю. А, Лебрам Моисеев, спасибо за ответ. Как выбирать, назначать судейский корпус? Это отдельный вопрос. Ну, эти, да, я вот, собственно, почему я присяжных заседателей поднял? Ну, это же ведь простой вопрос достаточно. Если идет у нас состязательный вопрос. Если у нас судья тут непропорционально в суде присяжных роль занимает, он санкцию накладывает, а санкция должна быть автоматически наложена, понимаете? То есть, сами присяжные ее фактически выбирают, эту санкцию. Тогда у нас суд будет присяжных. А все остальное делается на основе соревновательности. То есть, есть адвокат, прокурор, общественный обвинитель и все дела. И судья тот, кто поддерживает порядок в суде и ведет протокол, организует все это, и, так сказать, печать, опись, протокол и так далее. А тут от судей слишком много зависит, даже в суде присяжных. Как у классика в песне, да. Я слышал, могу дать за это 10, добавьте 8, чтобы дали 2. Вот этого не должно быть. Присяжные пришли с утра, они еще не знали, что будет присяжным, поэтому не успели коррумпироваться. Их посадили на место присяжных, они сели, посовещались и сказали. Вот так, ребят. Здесь как будет? Вот если у нас эту мы статью принимаем, это 3 года, с отягчающими, значит, 5 лет, там суперотягчающими группы лиц, значит, 8 лет. Какую мы с вами применяем здесь статью? Ну, вот вторую. Вторую, значит, 5 лет. Все, судья не нужен. Ну, в смысле, он стукнет молотком, скажет, все, понятно. Второй степени, блин, было. Воровство. Как я вижу. Абрам Батькович, не знаю, как будет на самом деле, но мне хочется так думать. Абрам, согласен, пусть разбегутся, но надо обязательно привозить сюда обратно. А вот это я не против. Только не так, как говорит Мальцев, типа, мы дадим карнбланш и бандиты пойдут в багажниках вывозить. Конечно, пойдут, если вы им деньги предложите, но, блин. А потом, какие деньги? Ну, вот сколько вы готовы заплатить там за человеку, у которого 100 миллионов? Ну, миллион? Десять? Ну, вы поймите, этот бандит придет к нему ночью, блядь, свяжет его, скажет, за тебя платят 10 миллионов там, в твоем родном государстве. Я тебя сейчас не повезу в багажнике, но ты мне даешь 20 сейчас. Понимаете? Да, конечно, мы можем сказать, ну, хоть так, блин, зло наказано, да, а потом оно еще по башке и вообще все отнимет. И правильно. Нет, неправильно. Вот эти маршалы должны быть не те, которые связывают живым или мертвым. Они должны быть юристы, адвокаты, целые конторы вот этих, блядь, зубастых крокодильских адвокатов должны быть. Они должны знать, за что они бьются. Ага, там 100 миллионов у человека есть. А у нас, да, у нас есть, но не то, что мы в багажнике привезли. Если мы добились выдачи, блядь, этого, вот, сейчас его привезли американцы нам в наручниках, да, и здесь его официально встречают, и это на основании тех документов, которые ФБК разработал, вывел и так далее. Кто поможет аресту и законному, так сказать, препровождению на родину этого человека, вот тот и получит доход. ФБК будет, как в Сарусе, как в деньгах, как куры не едят будут они в этом случае. Если просто действительно установить некую плату, но плату за закон. Именно за соблюдение закон. А живым или мертвым, как говорит Мальцев, это как в фильме Тарантино. Вы прочитали там «Доставить живым или мертвым». Что это означает? Это означает мертвым. Правда же? Ну зачем же его живого-то вести, если все равно какого? А потом, зачем он вам здесь мертвый-то? Че вы из него даже, блядь, че в банк, блядь, мертвого приведете, как этот Лейкент у Берни, да, и там пойдем, и будете за него башкой мотать? Че вы сделаете в швейцарском банке или в любом другом месте, если он мертвый у вас будет? Нет. Он должен приехать по закону, быть встречен по закону. В чистую, красивую, аккуратную, по крайней мере, тюрячку припровожден. В отдельную камеру. Да, блядь, с телевизором! Вот такой я, блядь, гуманист. Вы же не понимаете, что телевизором можно убить человека, да, и для этого не обязательно бросать телевизор ему в голову. Так-то да, так нет. Аплодирую стоя. Ваши слова, да в уши бы всем. Ваши бы слова, да в уши бы всем. Жулики боятся света и интернет славы. Так-то да, так нет. Да. Но я боюсь, что скоро мы все будем бояться света и интернет славы. А Горбачёву завидовать будем, али на вид поставим. А я что-то как-то... Понимаете, про Горбачёву фильм ещё не сняли хороший. У него же хорошая тема, это же ведь ой, какая тема для драмы, именно для драмы. Понятно, что там надо и человека пообаятельнее, и по умнению. Это будет такая драма, да? Интересная. А я к нему вообще никаких. Вот у меня всё Мальцев на протяжении этого пытался мне всё доказать, что Горбачёв там гад последний. А у меня всё равно с ним как-то больше положительных эмоций, чем отрицательных. Он мне больше нравился, чем Ельцин всегда. Ельцин наглый, а Горбачёв нет. А я не люблю наглых прежде всего. Вот те, которые считают, что он, блядь, царь, блядь, потому что он за народ. Горбачёв тоже как бы за народ, да, говорил, но он от лица партии говорил. Да, он этот... Я его сейчас вам не сватаю, я просто говорил о своих чувствах. Он как-то... Да, я понимаю, были и Тбилиси, и он заслужил хотя бы за это, и Рига был, но тут больше от слабости, понимаете, чем... Вот сейчас там пиписьками меряются, там Путин и все эти самые, и Ельцин тоже мерялся с пиписьками, а Горбачёв не мерялся с пиписьками, как-то мне кажется. Он как-то все старался как-то, ну, помирить людей, да. Ну, собственно, это ему удалось, вот Германию. Ведь если говорить, Германию там разделяла стена, и Советский Союз не давал. Нет, Германию разделяли немцы сами. Точно так же, как Корею сейчас разделяет не границы, не то, что там стоит Россия, а тут стоит Америка. Нет, они сами разделены. И то, что он их свёл, он помирил их, понимаете. Так ему повезло. Но в чём-то не повезло. Вопрос к вам. Семь дней бойкота по-итальянски изменят мышление у менагеров корпорации, так-то. А какие у итальянских? Да сейчас везде что-то происходит, я даже не знаю, о чём вы конкретно скажете. Без этой с половиной. Кошка не настоящая. Да я понимаю. А где настоящая-то? Я соскучился по нашим. Они не хотят переподписываться. Ну, что же делать? Анастасия Шмакова. Была бы польза, если бы Зеленский... Ой, у нас уже Мальцев, да? Ребят, я... Ну, сейчас договорю, я думаю, минут пять у нас есть. Была бы польза, если бы Зеленский раз в две недели рассказывал народу, что зачем он делает, Анастасия Шмакова. Да вообще, если бы он продолжал своё... Вот как вести себя, как должен себя вести Голобородько, он просто... Уже ему начали бы памятник в бронзе отливать навсегда. Я не знаю, зачем он... Ну, не хватило интеллекта, да? Ведь на самом деле не хватает интеллекта, если ты начинаешь скользить. Не понимая, что главная его опора и основа – это Голобородько. Голобородько. Вы поймите, что вот этот народный, национальный герой – это то, на чём держится и... Ну, вот не в послед... Я понимаю, что слишком долго и там уже ресурсы, всё. Но то, на чём в своём время выплыл Лукашенко. Именно на этом он и был Голобородькой для своего народа. Ниоткуда директор совхоза пришёл... То, что он диктатуру наладил, ну да, наладил. Ну так, видимо, народ ему позволил, как и мы позволили Путину. Хотели. Украина, я так понимаю, не хочет. Ну, в смысле, диктатуру. Поэтому, мне кажется, и персонаж Голобородький, да, он такой... Ну, у Лукашенко у него батька, а у Голобородька я, скорее, такой... Ну, учитель, да? Учитель. Учитель. Его и надо было продолжать и жить им. А он полез в президенты. В хитровые ебаные. Ну, ладно, чё. Я же говорю, Голобородький никуда не денется. Он уже пошёл в Раду, и там он возродится и найдёт какую-то... Вселится он, в общем, в кого-то. Анастасия Шмак... А, так это вы мне написали. Как бросить бухать, скажи, авокадо дьявола? Ну, я не знаю, я просто перепугался. Я не знаю, каждый, наверное, свой. Видимо, кто-то вам должен сказать, что... Мне так кажется. Кто-то должен сказать. Мне врач сказал, что вам не надо больше пить. Я ему поверил. Вам нужен тот, кому вы поверите. Я могу вам сказать, поверите вы мне. Вот знаете, самое лучшее чувство, когда не пьёшь. Я понимаю, я пил и понимаю, что это... Что такое, что оно приносит. Это действительно лекарство против страха во многом. И вот это состояние наполненности жидкостью только оно даёт, понимаете. Сколько ты ни кури, да, там, чего-нибудь не делай. Всё равно алкоголь почему-то делает тебя, как водяного, наполненным. Ты себя не чувствуешь сухим. А в остальное... Ну, это я про себя говорю. Я не знаю, как вы. Вот это даёт. Он много чего даёт. Но он ещё и даёт вот этот самый тремор ебучий. Постоянный. И вот, вы знаете, какое счастье, когда его нету. Ну, вот ты утром просыпаешься, да, и у тебя есть тремор. Если ты просто вчера бутылку пива... Не то, что у тебя там руки прямо трясутся, а он внутри. Ты себя чувствуешь, как желейка. Вот как будто та вчерашняя вся жидкость в тебе, которая тебя наполняла и веселила, и пузырилась, она как бы стала желейкой. И такой. И она так вибрирует. И вот это чувство гадское. Но ты к нему привыкаешь, и начинаешь с ним... И, в общем, следующая рюмка, и вечером бутылка пива – это это именно. Вот ты разжижаешь эту фигню, и тебе становится легче. И ты не осознаёшь, что оно тебя держит. Но когда этого нет, а особенно когда ты видишь, как люди мучают с похмелья, не то, что тебе радостно, но тебе радостно за то, что у тебя этого нет. И это действительно классное чувство. Вот ещё бы, да, курить бросить, и вот это. Вот я там сколько-то дня, 3-4 не покурил, выхожу. Блядь, как же всё пахнет. И это я ещё и ещё пока не восстановил. Недельку, две, я понимаю, как это всё запахнет. Вот это всё, вот этот мир, которого я сейчас не чувствую. Опять цыкнул. Блядь, дурная привычка. Всё, сейчас расходимся, я дочитываю чат. Мальцев обещал включить им в тюрьме все выпуски артподготовки и слушать целыми сутками. Борт злой. Ну, какой смысл? Это же всё прошло, это же уже история. Наоборот, я бы им в тюрьме лучше поставил прямые эфиры, поскольку им делать нехер, пусть они сами рассказывают. Человек будет рассказывать, чё как. И это поучительная история. Я бы послушал, что там Володин бы нам рассказывал, да, как он дошёл до жизни такой. Может быть, он себя оправдывал бы, да, рассказывал. Ну, мне бы интересно было послушать. Ребята, а зверя, ты борт злой, это бесчеловечно, да. Ну, я-то ничего, я же выдерживаю, я же практически все выпуски смотрел, ребят. Ну, в смысле, не все, конечно, но каких-то участвовал, каких-то... Ну, больше половины, естественно. А сколько их? А вот так, если посчитать? Ведь Мальцев у нас рекордсмен вообще по роликам. Вот когда считают по просмотрам, да, у Дудя там миллионы, у этого, у того. А у них же ролик раз в месяц. И когда они начали? А Мальцев с 13-го года, если всё собрать, это 300 эфиров в год. Ну, без выходных. Это 300 эфиров в год. С 13-го года. Ну, пусть 14, 15, 16, 17, 18, 19 заканчивается. Вот примерно в это время заканчивается. С 13-го мы начали. 6-ю-3, 18, да? Чё я считаю? Я уж сам перепутал. 300 эфиров за 6 лет. 6-ю-3, 18. Правильно я посчитал? 18... 1800 эфиров. Правильно? 1800. 1800 роликов. У кого ещё они есть? Ну, это же история. Даже по ней просто история. По этим самым... По плохим новостям. Что происходило. Вот по пунктам. Изо дня в день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Вот как в этом фильме было про прекрасную красоту. Не помню, как называлось. Когда там чувак каждый день себя сфотографировал на полароид. И потом целую стену. Вот как он маленький. Ну, молодой. Потом это, это, это. С отцом. Потом это. Как он стареет каждый день. Вот это идёт, 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 идёт. Очень сильный такой момент. И здесь... Тоже. Вот история уже выкладывает. 6 лет. 300 эфиров в год. Это просто пиздец. Это позднор сосёт. Дудь сосёт. Неважно. По просмотрам. По воздействию, так это вообще очень много. Кто ещё столько выходил и каждый день? Игорь Кириллов в советские времена, и то они менялись. Через день выходили. То есть через два. Кого вы ещё назовёте? При такой интенсивности. Что ты? Всё, 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 идём. Ребята, зверята, пусть в СБЧ подают жалобу. Пусть. Ребята, зверята, подавайте жалобу. Ну как бросить бухать авокад дьявола? Я вам сказал всё, что мог. Я вам сказал, что вам кто-то должен это, и вы должны помнить, что там впереди вас ждёт. Вас впереди ждёт прекрасное, прекрасное безмандражное утро. Понимаете? И это будет буквально через недельку. Вы встанете, вздохнёте и вдруг поймёте, а не колотит вообще. Вообще просто не колотит. Знаете, и нога твёрдо встаёт. Ты так идёшь и думаешь, да нахер мне это надо. Но потом становится страшно. Жить, и вы думаете, от купырю шампанского бутылка. Бутылку, да, и хуй уж с ней сженить бы фигаро, да. Всё. Все. Все на борьбу с Колчаковым. Вернее, все. Все на Мальцево. До свидания.